Всем привет! Вы на канале Азбука Мастерства. Меня зовут Сика и я сегодня расскажу и покажу, как сделать замечательную брошку сердечко. Сердечко непременно самая популярная брошка из всех, которых я сшила. Так как цвет броши нейтральный, серый, вы можете одевать его под любую одежду. Конечно, и белый, и ярко-розовый она смотрится великолепно и одинаково хорошо. На верхней одежде, на блузках, на рубашках, на такой вот кофте, как у меня. Правда, замечательная брошка. Итак, для работы сегодня понадобится, конечно же, кусочек фетра. Обратите внимание, у меня интересного голубого, такого лазурного цвета, кусочек кожи, стразовая лента, но ее можно будет заменить. Я потом скажу, чем. Стразы, какие у вас есть, камушки. Посмотрите, пожалуйста, очень важная, нужная штучка. Это вот кисточка, которая будет украшать нашу брошь. Вот пока она у меня еще сложная. Итак, серые нитки, ну, нитки могут быть и мононить, и какие-то другого цвета нити. Золотая нить, золотой бисер для контура. Всевозможные белые, ну, жемчужные, круглые, овальные по форме бусины. Обязательно серый бисер, вот такой вот интересный, цвета мокрого асфальта. Прозрачные бусины, ну, любые оттенки серого бисера. Итак, вот посмотрите, в чем фишка этой броши? Что на голубом фоне мы будем пришивать бисерины, вот серо-белые, да? И такой вот оттенок получится необыкновенный, интересный, такой загадочный. Вот этого эффекта мы будем сегодня с вами добиваться. Вырезаем сердечко. Сердечко должно быть симметрично, это очень важно, поэтому обязательно складываем пополам, проверяем нашу заготовку. Переводим заготовку на фетр. Фетр у нас красивого, такого, лазурного цвета, совсем не такой, как наши бисеринки. Можно вырезать, можно, в принципе, оставить и так, но я обычно вырезаю, как вы помните. Это моя любимая тема, вырезать брошку по контуру. Я решила контур обшить стразовой лентой нашей брошки. Здесь я обшивала канителью, можно обшить просто по контуру пришить бисер любого цвета, какой вам нравится. Но я буду делать стразовую ленту. Итак, стразовую ленту пришиваем по контуру. Стразовая лента у меня маленькая. Итак, пришиваем между стразами нить, прокладываем. Пришиваем с одной и с другой стороны стежок прокладываем. Итак, посмотрите, стежок близко к контуру. Затем делаем стежок уже за лентой. Затягиваем и следим, чтобы петля легла между стразами. Итак, обшиваем вокруг каждый стразик, то есть через страз пришиваем. Нельзя пришивать через край, чтобы стежок ложился через край. Иначе стразовую ленту будет разворачивать. Но все очень удобно. Смотрите, стразовая лента лежит на ноготочке, то есть ноготочек ее придерживает. Я делаю стежки и прошиваю полностью весь контур вокруг. Пришили стразовую ленту до острого конца. Теперь обрезаем. И начинаем пришивать заново стразовую ленту, стыкуя их. Ну, просто у нас не получается пришить острый угол. Стразовая лента не ложится под острым углом. Пришиваем все то же самое, только заново. Начинаем пришивать сначала крупные стразы. И крупные бисерины. Все пришиваем в хаотичном порядке. То есть на любых местах, какие вам нравятся. Как у меня на этой брошке, посмотрите, обратите внимание, все стразы. То есть большая часть страз пришита на одной стороне. Создает эффект блика, да? Как в рисунке. Поэтому именно этот эффект я и использую. Пришиваю стразы, они мне пришивные. Стразы несколькими стежками с разных мест, с разных отверстий. Посмотрите, сколько их здесь пришито. И один просто для симметрии, такой немножко гармонии, чтобы связать все это вместе, чтобы части отдельно не выглядели. Стразы пришили. Теперь пришиваем бусинки. Разные по форме, но самые крупные в начале. Разбрасываем их по всей поверхности. Пришиваем двумя стежками, чтобы их не крутило. Но когда есть прозрачные бусинки, они отсвечивают фон. И вот создается тот самый нужный нам эффект. Фон все равно будет просвечивать между бусинками. Эффект двойного свечения будет. То есть будет непонятно, какого цвета бисер мы использовали. И вообще, какого конкретного цвета фон нашей броши. Теперь будем заполнять пространство между крупными бисеринами. Пришиваем вот такой вот у меня серый, серебристый бисер. И белый, небольшого размера. Чередуя в хаотичном порядке. Создается такой эффект. В махровости какой-то неровной поверхности. Но самый замечательный, самый красивый эффект. Потому что не видно, в каком порядке пришиты бисеринки. Не видно вот этого рядков, которые идут. Есть вот какая-то загадка в этой хаотичности. Но интересная своя красота. Вот посмотрите, какой красивый бисер у меня. Не прозрачный, а внутри есть серебристый цвет. То есть цвет нанесен внутри, там где отверстие. Поэтому этот бисер пропускает цвет фона и создает нужный вот нам эффект. На этом этапе работы нам нужно будет по шаблону обвести на кусочек кожи полностью размер точно такой же, как наша брошь. Вырезать из фетра кусочка можно любого цвета, но такого же цвета выбираю. Вырезаю сердечко меньшего размера. Хочу немножко сделать нашу брошь чуть-чуть объемной. Вот за счет этого приема. Приклеить нужно будет фетр. Вырезать из картона меньшего размера по шаблончику сердечко. Тоже будет нужно приклеить. Вырезаем из кожи заднюю часть броши. Понадобится застежка. Делаем рассечки на внутренней стороне броши, по внутренней стороне броши. Складываем кожу пополам и делаем надсечки ножницами. Открываем застежку. Вставляем. С помощью термопистолета приклеиваем кусочек фетра. Также приклеиваем картонку. Приклеиваем застежку с внутренней стороны слегка. И приклеиваем кожу к броши. Сейчас я буду пришивать кисточку. Узелочек закрепляю в фетре. На кисточке есть отверстие, поэтому за счет этого отверстия мы пришиваем. Множество стежков покрепче. Но в то же время, чтобы не сильно прижата была кисточка к броши. Затягиваем узелок. Закрепляем ниточку. Теперь будем обшивать край. Обшивать край будем золотым бисером. Поэтому нитка у меня золотая. Первый стежок делаю закрепочный. Прокалываю и кожу, и фетр. И пока петля не затянулась, вставляю иголочку в петлю. Надеваю бисер на иголочку. Прокалываю. И еще раз ввожу иголочку в бисеринку снизу. Вот так. Бисеринка легла на ребро. Из бисера торчит ниточка. Снова набираю бисеринку на иглу. Одну. Прокалываю и кожу, и фетр. На расстоянии ширины бисеринки. И еще раз иголочку ввожу в бисеринку снизу. Что делать, когда заканчивается нитка? Итак, сейчас нитка выходит из последней бисеринки. Делаем рядышком прокол. И кожу, и фетр. В закрепочный стежок вставляем, пока петля не затянулась, иголочку в петлю. Затягиваем. Делаем так еще два раза. Вставили новую нитку. Теперь иголку вставляем в последнюю бисеринку. Выводим. Узелочек закрепляется внутри. Нитка выходит из последней бисеринки. Одеваем новую бисеринку. Делаем прокол и кожа, и фетра. И вставляем иголочку еще раз в бисеринку снизу. Продолжаем шить. Заканчиваем обшивать контур. Набираем последнюю бисеринку. Прокалываем и кожу, и фетр. Делаем это за кисточкой. Вставляем иголочку снизу в бисеринку. Затягиваем. Ну и все, будем закреплять уже. А, ну нет, вот у меня еще все-таки начало строчки было. Видите? Отступ. Придется вот здесь еще пришить бисеринку. И закольцевать строчку. Одеваем. Бисеринку на иглу. Прокалываем и кожу, и фетр. Затягиваем. Вставляем иголочку еще раз снизу. В бисеринку. Вот теперь нитка выходит из последней бисеринки. И я делаю прокол сверху в первую бисеринку начала строчки. Нитки затягиваю. Все, у нас не видно, где начало, где конец. Закрепляю ниточку. Прокалываю и кожу, и фетр. И пока петля не затянулась, вставляю иголку в петлю. Так делаю три раза. Все, строчка у нас закрепляется. Теперь смотрите, обязательно прячу конец нити в вышивке. Прокалываю вышивку в нескольких местах. Вот так натягиваю ниточку. Теперь я ее здесь обрезаю. Ну все, брошку закончили. Вот старая брошка и новая брошка. Итак, сегодня мы с вами изготовили, посмотрели, как делается вот такая вот брошка. Сердечко с кисточкой. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если понравилось, ставьте лайк. Пишите свои комментарии. Я непременно их читаю. Буду отвечать на них. Если есть какие-то вопросы, тоже пишите. Тоже буду отвечать. Ищите меня в инстаграм. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока. До новых встреч. Носите и блистайте свои броши с удовольствием. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok